Семья и спорт – это два важных направления, которым компания «Фосагра» уделяет особое внимание. Поэтому 20-летие социального проекта «Дрозд», который заработал в Балакове и в Череповце в 2003 году, решили отметить большим семейно-спортивным праздником. «Прорабатывали этот вопрос уже около полутора лет. И при одобрении руководителей компании и большой поддержки мы организовали вот такой прекрасный семейный турнир поколения «Фосагра», который пройдёт по всем площадкам». В начале апреля праздник прошёл в Череповце, а на минувших выходных – на Балаковской площадке, где ареной для состязаний стал спортивный зал физкультурно-здоровительного комплекса Балаковского филиала АУ «Апатит». «Цель-то здесь как раз, наверное, не в том, чтобы выявить победителя, и не в том, чтобы провести какое-то корпоративное мероприятие, так называемое «кимбиву», а именно для того, чтобы объединить семью, потому что здесь без взаимовыручки, помощи будет сложно добиться каких-то результатов хороших». Директор Балаковского филиала АУ «Апатит» Андрей Шибнев отметил, что компания «Фосагра» часто устраивает семейные мероприятия, но каждый раз на них можно увидеть новых участников. А это значит, что такие объединяющие праздники нужны сотрудникам. На этот раз на старт вышли 33 семьи. Основное условие для участия – чтобы хотя бы один из родителей работал на предприятии группы «Фосагра» или в дочерних организациях. «Видны эмоции людей, люди делятся впечатлениями, и многие приходят в первый раз попробовать, что это такое. Я сегодня на самом деле много увидел новых лиц». Организаторы подготовили для участников много необычных локаций. На их прохождение отводилось два часа, и при этом можно было самим выбирать очередность выполнения заданий. «Очки на конях, причем у нас там тройка коней для ребенка, мамы и папы разного размера. Есть полоса препятствий, есть дартс, но не простой, а футбольный дартс, где практически футбольным мячом, просто он мягкий, семья кидает, выбивает очки. Есть даже конструктор, есть рыбалка на баланс, где семья должна вместе одной командой участвовать. Задания разные». Многие семьи выполняли задания досрочно, им тут же вручали подарки и медаль. Но на этом для них соревнования не заканчивались, поскольку жюри еще должно было выявить победителей, подсчитав все баллы и штрафные очки. Их на каждой локации записывали представители организаторской группы, и подсчет занял несколько часов. Сами участники после окончания состязания делились впечатлениями. «Интересно, здорово, прям задора много было, эмоций. Все понравилось, спасибо». «Силы остались, могу еще раз пройти». «Спасибо большое компании «Фосагр», что такой прекрасный субботний день сделали, такой праздник, что всей семьей можем участвовать. «Играем в свое удовольствие, все нормально. Каждый из нас здесь уже победитель». «Мы в принципе везде участвуем, квесты разные. И вот такие семейные мероприятия очень сплочают, причем семьи начинают знакомиться, дружить друг с другом». Две команды из Балакова, набравшие больше всего баллов в своих возрастных категориях, отправятся в Череповец, где в преддверии Дня химика пройдет суперфинал соревнований. Это семьи Чернявских и Живайкиных, которые поборются за переходящий кубок, дающий право в следующем году принимать соревнования на площадке победителя.